Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге Великий Музей Мира. Лукас Кранах Старший. Пир Ирода. 1533 год. Дерево. Смешанная техника. 79 на 112. Лукас Кранах Старший был одним из самых востребованных и известных мастеров своего времени, обладавших невероятной работоспособностью, а также талантом предпринимателя. Он сумел создать мастерскую, которая успешно справлялась с огромным количеством заказов, являлась успешным семейным делом. Поэтому поздние работы сложно с уверенностью приписать только руке мастера. У Кранаха Старшего есть несколько вариантов картины на тему пира царя Ирода. Пир и зрителям один из последних. В нем заметны существенные изменения в стиле художника. Его пластический язык становится более рафинированным, а решение образов куртуазным. Живописец иллюстрирует сюжет из Нового Завета, популярный и в Средние века, и в Эпоху Возрождения. Он давал повод изобразить пышные застолья и роскошные одежды патриции. Согласно Евангелию, на пире по случаю дня рождения Ирода Антипы, его падчерица, дочери Адиады, плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он, склятывая, обещал ей дать, чего она попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Танец в источниках описан кратко. Известно, что Иоанн Креститель обличал мать Соломея за разврат, так как она оставила своего мужа Филиппа и жила с его братом Иродом. Ирод заключил Иоанна в темницу, но боялся казнить, зная, что он праведник. На картине изображен момент, когда Соломея преподносит на блюде голову Иоанна Крестителя царю, на лице которого видна печать ужаса. Жестом он будто отстраняется от этого зверского события. По левой руку от него, вероятно, сидит иродиада. Едется спокойно и светится от радости. Группа гостей в правой части полотна в волнении переговаривается. Лишь мужчины, несущие под нос фруктами, с беспокойством смотрят на зрителя. Виноград и яблоки – указание на будущую кровную жертву Иисуса и искупление первородного греха. Согласно священной истории, Иоанн Креститель был непосредственным предшественником Христа, возвестившим о его приходе. Ну вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе «Пир Ирода» автор Лукас Кранах-старший, 1533 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok